Ну же, проснись и пой. Бля, да ты бейся. Ладно. Ты не оставляешь выбором. Последний шанс. Иди нахер. ГУД МОРНИНЬ, ВИЕТНАМ! Да щас я сделаю твой обзор, чё ты до меня прикопался? Дорогие друзья, всем привет! И добро пожаловать на канал «Коротко, а не коротком». С вами Кин и одно довольно запутанное дело. События сериала развернутся вокруг семьи Барбер. Обычной, ничем не примечательной семьи, проживающей в небольшой общине, где все друг друга знают. Глава семейства, любящий отец и помощник окружного прокурора Энди Барбер. Обвинитель. Его жена Лори, управляющая в благотворительном центре. Я попалась! И их сынишка Джейкоб. Обычный подросток, хорошо воспитанный и здравомыслящий. Всю домашку сделал. Ага, мама заставила дочитать над пропастью воржи. Хотя спросят только на следующей неделе. Их жизнь, как и жизнь всей общины, встает с ног на голову. Когда в местном парке убивают школьника. Дерьмовое выдалось утро. Более того, все найденные улики указывают на то, что именно Джейкоб убил одноклассника. И с этого момента вся семья бросает все силы на то, чтобы доказать невиновность сына. А вот виновен он или все же нет? И какие еще тайны хранит семья Барбер? Вы узнаете из сериала «Защищая Джейкоба». Что ж, интересная задумка, мощный актерский состав и псевдореализм. Получилось ли из этого что-то стоящее? Сейчас и будем думать. Вообще, сразу после начала просмотра, я понял, что «Защищая Джейкоба» похож по духу и тональности на недавно выходивший сериал по Стивену Кингу. Чужак. Да и в плане сюжета они тоже немного похожи. Что там, что тут, ничего не понятно. И не особо верится, что все так очевидно, как кажется. Расскажешь, что это? Ты рылась в моих вещах? Я, а не твоя мать. Но это не важно. Только тут у нас есть еще и порция реализма. И нет, сериал не основан на реальных событиях, насколько мне известно. Реализм здесь кроется в поведении окружающих. Ведь даже сейчас, просто ляпнув что-то не подумав, можно поддаться травле в сети. А тут у нас из всех динамиков кричат, что один ребенок жестоко убил другого. И не важно, доказано это или нет. И буквально с первых серий сериал погружает нас в эту гнетущую атмосферу, окрашенную синими и серыми тонами. Также сериал однозначно играет на руку его актерский состав. Да, Apple, мне кажется, довольно сильно раскошелился, выдернув популярных актеров из популярных нынче фильмов. Тут вам и главный ЗАД Америки Крис Эванс. ЗАД и правда что надо? И парнишка от мудоховшей Пеннивайза Джейден Мартел. Это тебе надо бояться. Ведь ты умрешь с голоду. И жена самого опасного продавца от дури, Мишель Докери. Микки Ковбойский Цезарь. Она лондонская Клеопата. И вот насколько мне не понравилась игра первых двух в фильме «Достать ножи», настолько их игра великолепна здесь. Против самого же фильма я ничего не имею. Он довольно классный. Возможно, возьми сериал на ведущие роли кого-то другого, и эффект был бы другим. Но имея что имеем, сериал погружает в себя с первой серии. По крайней мере, так было со мной. Хотя, возможно, если вы ищете динамических игр разума в стиле Шерлока, то это мимо. Как я и говорил ранее, у нас тут чужак. А именно медленное повествование с постепенным накручиванием загадочности. Про экшен я вообще молчу, его тут нет. Дырка в дырке от бублика. Но зато тут есть главное. И я это уже упоминал. Атмосфера. И немного монотонности. В общем, скажу так. Если не зацепила первая серия, то она вряд ли зацепит и продолжение. Но можете попробовать. Если вам все же хочется чего-то детективного, но более драйвового, то могу посоветовать вам Каменских, След или Тайны следствия. Ты серьезно? Само собой нет. Из чего-то более популярного я могу предложить вам Шерлок или Сиасай, и из чего-то менее того же блудного сына. Обзор на него я делал. Что-то меня, мне сериал понравился. Скажу так, отрицанием очевидности. А вот что это значит? Вы поймете, посмотрев, защищает Джейкоба. А на этом у нас все. И всем большое спасибо за просмотр. А с вас обязательно написать в комментариях, будете смотреть сериал или все же пропустите. Ну а в описании вас будет ждать ссылка на просмотр сериала, а также ссылка на поддержку канала и ссылки на группу ВК и Инстаграм. Буду благодарен, если подпишетесь. Ну а я же, как обычно, пожелаю вам только интересных сюжетов. И увидимся в следующей серии. Пока!